Сегодня по просьбам телезрителей буду рассказывать про лук. Я предпочитаю выращивать лук из семян. Это абсолютно не сложно. Сейчас покажу вам фотографии, пока буду рассказывать, какой лук вырастает. Причем без особых усилий. Если над ним потанцевать, еще поплясать, то можно вырастить и побольше головки. Супер лук. Супер лук. У меня вырастал 550 грамм, одна луковица, одна репка. И лук порей. Я выращиваю лук оксибишен и лук порей на репку. И на такое употребление порей, понятно, это нога длинная. Можно выращивать любой лук. Почему я говорю, что лучше я предпочитаю из семян, нежели из сивка. Во-первых, потому что сивок очень дорогой. И в последнее время он вообще некачественный. То есть все, что я покупала, у меня уходило либо в стрелку. А стоит он около 200 рублей за пол-литра. А с пол-литра вы там вырастите совсем немного. Кстати, на зелень я выращиваю тоже не из сивка, а из другого лука, который я покупаю у колхозников на ярмарке. Просто мелкий лук, я потом, когда буду высаживать, я обязательно покажу прошлогодние видео, у меня тоже есть, как я его выращиваю. Уже все посчитано. Намного больше получается выход зелени, чем из того же самого сивка. И дешевле. И дешевле, да. За пол-литра сивка вы заплатите 200 рублей. Сколько с ним будет лука? А на эти 200 рублей, даже вот в прошлом году, сначала я покупала по 35 рублей лук у нас был на ярмарке. В феврале, как раз вот сейчас надо покупать, в следующем, когда в субботу поедем, надо посмотреть. Потому что его еще прогреть надо. А в прошлом году уже был по 50 рублей. На 200 рублей вы купите 4 килограмма лука, вот этого, вот такого мелкого, с грецкий орех нужно покупать. И сколько с него получите зелени? Намного больше. Так вот, а семян? Семена тоже намного дешевле получаются. Даже если у вас половина не взойдет, все равно вам вот одного пакетика, вот так вот. Я вам сейчас покажу пакетики с прошлого года, которых мне хватило и в прошлом году вырастить, и вот еще сейчас сею в этом году. По-моему, он стоит около 150 рублей, вот этот пакетик эксибишена, элефанта. Но вот еще на этот год у меня осталась половина вот этого лука. Я еще буду пробовать других фирм, просто чтобы сравнить и вам показать. Вот такой вот эксибишен и лук-порей красавица. Смотри, не перепутай. Постараюсь все подписать, конечно. Значит, что хотела сказать, что семена лука хорошо видно, с ними легко работать, никакой сложности не представляет, достаточно они крупные. Я раскладываю по одному семечку, ничего не прореживаю, даже, ну, по одному семечку где-то через сантиметр. Даже если через один у вас не взойдет, через два сантиметра будет вполне достаточно вам лука. Значит, что я говорю, что это дешевле намного, и вы можете выбрать намного больше сортов. То есть в пакетиках сейчас продается такое огромное разнообразие сортов, и тот же ялтинский, истурон, и красный редбарон, что можно выбрать намного больше сортов за те же деньги, попробовать посеять, и потом увидеть, что и как у вас получится. А если вы будете сеять лук и выращивать когтя, то у вас точно все получится. Значит, что мы делаем? Значит, и порей, и эксибишн, и все другие луки высеваю одинаково. При этом высеваю их в несколько волн. Значит, зачем? Значит, первую волну я высеваю где-то на 23 февраля. К 23 февраля, надеюсь, вот этот лук, который мы сейчас посеем, уже взойдет, я вам его покажу, и вы тоже сможете начать сеять и смотреть то видео как раз. То есть я сею раньше немножко, буду с ним мучиться еще две недели. Первую волну сею на 23 февраля, он у меня подрастает, и этот лук мы потом едим летом, чтобы его не покупать. Соответственно, он вырастает намного раньше. Вторую и даже третью волну я сею, получается, где-то в конце марта и потом в конце апреля, чтобы позже, то есть лук мы собираем с грядок до конца октября. Он у нас на грядках находится, особенно порей, который не боится холода и заморозок, может спокойно находиться. Давайте сегодня посеем Эксибишн, вот этот вот из открытой пачки. А он вот здесь даже обработанный, даже обработанные семена, смотрите, уже обработанный фунгицидом, их, соответственно, не замачивать, особенно семена, которые фунгицидом обработаны, уже замачивать не надо, потом вытрясу все остальное. Сеять буду по одному семечку, сейчас покажу как. Значит, смотрите, для посева лука, лук у нас будет долго находиться в посадочной емкости, поэтому берем высокий либо стакан, либо емкость, именно чтобы он был высокий по высоте. Ну, здесь сантиметров 15, наверное, даже больше. Больше моей ладони, то есть ладонь еще. При этом грунт засыпаем не до конца. У меня здесь он еще рыхлый, он еще немножко осядет на сантиметр-полтора. Вот так как он будет, лук здесь долго находиться, нам нужно будет его рыхлить и потом еще подсыпать сюда плодородную грунт, потому что он как бы будет немножко вылазить. Ну, грунт осаживаться, лук будет расти вверх. Никакой досветки луку не надо, абсолютно. У меня здесь обычный грунт, готовый, вот такая вот смесь. Из лероа. Для рассады, да, просто из лероа покупаю. Влажный, не болото, просто влажный грунт хороший. Сверху засыпала еще вермикулитом. Вермикулит препятствует образованию корочки. Во-первых, корочки, как мульчирование, потом плесени всякой разной и сохраняет влагу, поскольку у нас сейчас здесь можно будет еще даже потом сверху еще посыпать немножко вермикулитом. Дальше, вот в такой, это у меня горшок балконный, обычный. Ну вот, моя ладонь, вот так вот, не знаю сколько, 15, наверное, сантиметров. На 60. По длине вы можете брать хоть в маленький, вот такие 20-сантиметровый, сейте понемножечку, например. Я сею сразу, вот так. Делаю вот на этом расстоянии, на 15-ти сантиметрах, две бороздки просто. Не глубокие, просто углубления. Можно палочкой вот так вот. Можно ладошкой вот так сделать. Просто приминаю землю для того, чтобы у меня семечко глубоко не провалилось, чтобы оно чувствовало грунт. Так. И второе так же. Помечаю. Не забудьте подписывать. Я иногда прописываю просто цифрами, у меня стоят цифры, а в тетради я уже прописываю какие сорта. Вот. Совсем не глубокие бороздки. Ну вот у меня палочка лежит из-под суши. Не два сантиметра. Не больше сантиметра буквально. Дальше вот у меня вот эти семена, они у вас будут либо черные, либо вот такие обработанные. Беру палочку, мочу ее, в воде у меня здесь перекись, цепляю и раскладываю посередине, чтобы было видно. Раз. 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 Вот три семечка у меня разложено. Ну, примерно сантиметр. Полтора. Полтора. Вот так вот. Если вы посеете вот таким образом, то вам можно не пикировать. Просто некоторые пикируют еще лук в отдельные стаканчики. Можно пикировать, если вы сеете просто, ну вот, присолили вот так вот семенами. У меня у вас щеткой взошли, тогда вы выбираете из этой щетки более сильные растения. Слабые убираете. Мне кажется, что это двойная работа. Лишняя. И неэкономно. Хотите, можете просто поближе здесь немножко. Если вдруг вы боитесь, я просто знаю, что здесь хорошая всхожесть. И здесь практически каждая семечка у меня взойдет. Ну, по прошлому году, судя, я понимаю, что здесь хорошая всхожесть этих семян. Тьфу-тьфу. Вот. Если вы сомневаетесь в своих семенах, то, вот, например, я вот этот вот, вот эту фирму семян я еще не сеяла. Возможно, их я посею чуть гуще для опыта. Сибирский сад. Вот. Вот так. Так. Что мы потом делаем? Если вы вдруг не пролили, можете еще раз пролить водой. Ну, так у меня уже есть вода. У меня грунт. Лучше сделать сразу влажный грунт. И просто засыпаю немножечко. не глубоко. Просто, чтобы семечко было во влажной среде и чувствовал вот этот вот гнет. Я даже засыпаю так, чтобы у меня было видно, ну, чтобы понимать, где должно взойти, если не взойдет. Что я вот здесь вот сеяла. листочек до этого. Все? Все хватит. Не засыпай больше. А все у меня больше тут не засеяно. Я имею в виду, что остается бороздка, и я вижу, в каком месте у меня должно взойти. И поливаю вот сюда аккуратно. То есть не размываю грунт туда-сюда. Поливаю той же самой зеленой грушей, помните, которой я поливала эустомы. Так, сейчас я переложу вот сюда. Вот. Дальше, что мы делаем? Мы ставим в тепло. Можно не на свет. Пока у вас не появились сходы, света не надо. Сходы появятся где-то через неделю. Вы увидите, вот такие вот петельки просто будут у вас. И потом они выпрямятся, и лук начнет расти. Мы его с вами будем стричь. Причем стричь будем не один раз. Будем подсыпать сюда грунт. Будем, конечно, удобрять. Я об этом всем расскажу. Если вы посеете вот таким образом, то минимум будет у вас ухода. Мы не будем его пикировать. До конца, до середины мая у нас будет вот в этом ящике как раз и расти лук. Я его в конце апреля, ну, когда уже минуют заморозки все, я его отвезу в теплицу. Он у меня доращивается в теплицу. Он, когда уже свет видит, он становится более зеленый, такой крепкий, уже ждет, пока его наконец-то пересадят на грядку. Веселее ему становится в теплице намного. Вот. Поэтому не делайте себе лишней работы. Сделайте вот так, посеете лук, и будет у вас хороший урожай. Какой лук у нас получался, вы видели уже? Я приложила фотографии. Вот мы тут уже распикировали и перец. И сегодня я еще буду пикировать эустому. Вот такая эустому у нас выросла. Видно вот здесь корешки. Когда пикировать эустому? Когда вы на дне увидите ее корешочек. Арт, не видно. Надо это. Как-то. К свету чуть-чуть поднеси. А, вот. Вот видно теперь. Вот как только корешки касаются стенок, это значит, что эустому нужно пикировать. Потому что иначе она начнет у вас болеть, ей так не будет нравиться. Поэтому распикирую. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить. И следить за новостями с нашего огорода. Всем хороших урожаев и дружных всходов. Огорода. Огород. Огород.